Всем привет! С вами Алекс и сайт Rempc.by В этом видео я хотел бы рассказать очередную порцию новостей по Дену В том числе очередной взлом Итак, поехали! Только что появившиеся хакеры SteamPunks Зломали вторую игру на Дену Ей оказался проект под названием Adrift Вот уже ветка на Reddit, как всегда оживленная Все дела, все подтверждено И уже появилась в интернете в свободном доступе Что же за Adrift такой? Кстати, давайте посмотрим Страничка его в Википедии Вот, да, взломан Все, уже, то есть окончательно Это такой космический симулятор инженера Симулятор космического инженера То есть вообще разработчики здесь очень сильно опирались на фильм Гравитация И здесь нужно будет подчинить космический корабль В том числе игра очень сильно ориентирована на Oculus Rift То есть виртуальную реальность Поэтому процентов 30 атмосферы там именно от виртуальной реальности Ну, в общем-то и так можно поиграть в Adrift И, по крайней мере, там очень крутая картинка Хотя такого какого-то безумного экшена и действия нету Просто починить корабль Такие дела, можете попробовать посмотреть Это круто, на самом деле Потому что некие стимпанкс вот появились совсем недавно И это их уже вторая взломанная игра на Динобу Будем следить за ними дальше Пока неизвестно кто и откуда они Дальше Болман обновил взлом снайпер Ghost Warrior 3 до версии 1.2 То есть это второй взлом Это также вчера 9 июня произошло Что должно было немножко поднять оптимизацию Которая в игре хромает Ну, судя по отзывам, не совсем так Но, как-никак, лишним не будет Такие вот дела Это, кстати, если так присмотреться за последних 4 дня Чуть ли не 4 взлома игр на Динобу Вот 6-го числа у нас стимпанкс Вот эти вот новые взломали Не что-нибудь, а Dissonark 2 Которые ждали там около 7 месяцев Игроки И тут некие стимпанкс Это очень, кстати, интересно и круто была Игра на третьей версии Динобу На достаточно-таки сложной версии И взломана Дальше также 6-го часа Болдман взломал Tekken 7 И вот спустя 3 дня Взломали стимпанкс и дрифт И Болдман дообновил снайпер Ghost Warrior 3 И вообще просто сумасшедшая концентрация взломов на Динобу Последнее время Но давайте разбираться Так ли все хорошо или плохо для Динобу Динобу разнесли окончательно? Нет И давайте разберемся, почему Разработчики Динобу опять обновляют защиту Уже до версии номер 5 Где, скорее всего, вернутся к VM Protect Из-за которого и не было раньше долго взломов На версии Диноба 3 и ниже Эта 4-я версия получилась крайне слабой Потому что разработчики Динобу используют в ней свои наработки А не VM Protect С VM Protect не получилось Потому что это не их разработка А вообще русской компании из Екатеринбурга И разработчики Динобу использовали ее не лицензионно Можно даже сказать пиратским способом Поэтому в 4-й версии они использовали свои наработки Поэтому в 4-й версии получилась такая дырявая Которую ломали вообще И в том числе появились новые команды хакерские Стимпанкс и Болдман и МКД Вот как Бронко описал украинский хакер Который на самом деле очень сильно нелюбим Потому что он наоборот и сливает какие-то дыры Разогревщикам Динобу Но в том числе Вот как Бронко описал 4-ю версию Диноба Это наглухо оголенная, охваленная защита Которая на 90% забита рандомным мусором Такие дела Более того, 4-я версия очень сильно загружала систему И появлялись нестабильные там В том числе и ошибки Нестабильность работы И это очень сильно было заметно на игре Rhyme Которая недавно вышла То есть новые команды хакеров Болдман, немного МКД Как раз таки в основном и ломали Только версию 4 Диноба Правда Стимпанкс сломали Дисонар 2 Что вселяет надежду на их возможности Но еще неизвестно кто они Может просто выход с SCPI Да, мне что-то такое вот примерно кажется Или контактировали с ними Посмотрим как они справятся С новой 5-й версии Диноб В том числе, что ответит SCPI Да, по SCPI пока тоже Тишина Они вот уже более 2-х недель От них нету никаких новостей Посмотрим Появятся ли они вообще Или их может сменили эти новые хакеры Посмотрим Ждем новости от SCPI Такие вот дела Еще некоторые новости На Дисонар 2 вышел фикс от Стимпанкс Который должен решать проблему с не запуском игры Просто висит в процессах У кого была такая проблемка Просто перекачайте сейчас Найдите репаки с этим фиксом Дальше вышел долгожданный русификатор Книр автомата Теперь это очень крутой Очень атмосферный игровой проект В котором можно будет Очень проникнуться крутыми диалогами и сюжетом Я уже сделал тест Ссылочка у вас будет сейчас Вот в конце на экране Также не забываем Что сейчас еще вполне можно успеть Бесплатно урвать Payday 2 Бесплатно навсегда в Стиме Успейте урвать И до 15 июня еще можно поиграть в Gears of War 4 Само собой нужна десятка и Windows Store Я это сделаю запуск на различных конфигурациях ПК Gears of War 4 Чуть попозже Завтра или послезавтра Такие вот дела Не забывайте смотреть на ссылочки в описании Я продолжаю следить за информацией по Dinovo В том числе в описании будет ссылочка вот на эту статейку В которой я собираю информацию по Dinovo уже вот уже почти целый год Здесь все Подсказки, ответы разработчиков, всевозможные взломы и так далее Все по Dinovo здесь будет Ссылочка в описании Также не забывайте Если вы хотите стать вместе со мной блогером на сайте Вот rempc.by Добавлять крутые новостейки В том числе видео всевозможное В том числе авторское То ссылочка будет в описании Нужно всего лишь зарегистрироваться И я здесь все время обитаю И тоже добавляю различные новостейки Такие вот дела Слежу дальше за новостями по Dinovo Не забывайте, что я лишь всего лишь предоставляю вам информацию А вы сами решайте, что вам делать Покупать или нет Все, продолжаю следить за Dinovo дальше С вами был Алекс и сайт rempc.by Спасибо за просмотр